И в днем здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен и поместье Черное Зеркало, точнее его внешней территории, а именно, ну, задним садом, это как-то не назовешь, конечно, но не важно. Оранжерея, вот там вот дальше часовинка и дневничок, который мы, наверное, сейчас с вами почитаем, потому что давно этого не было. Бедная Элиса. Я пыталась подружиться с ней, но не предопределил ли я тем самым ее ужасную судьбу. Был ли я преступником кузен Эдди? Да не, я не думаю. Мне кажется, это либо дворецкий наш, либо адвокатишка. У меня опять были сны на его. Это снова был мальчик, ну вот он, помнит. Снова был мальчик, ведущий меня на могилу тети Сесилии. Этот мальчик Джонни, мой отец в детстве. Не осмеливаюсь предположить, откуда мне известно, как он тогда выглядел. Отец часто говорил о безумии, несчастьях и убийствах, которыми помнится история нашей семьи. Не могу не думать о том, что и Элиса, Эйлса, как и мой отец, стала жертвой этой семьи. В хрониках должны быть ответы, но можно ли действительно поверить в проклятие? Черное зеркало – древний артефакт, чью силу использовали, чтобы дать отпор римлянам. Еще доктор Фарбер. Могу ли я ей доверять? То, что она оказалась здесь именно сейчас, кажется воистину удобным совпадением. Так-то да. Я, кстати, тут за кадром задумалась на тему производительности и ради любопытства глянула на то, сколько жрет эта игра по части ресурсов видеокарты и по части разогрева видеокарты. И, в общем-то, разогревает видеокарту эта игра как Ведьмак, а Ядрищин выжирает до 90%. От 50 до 90. Это странно. Так что, скорее всего, у игры оптимизация не очень. Но я на себе это не ощущаю, просто потому что комб достаточно сильный, и он вытягивает. Здесь ничего нового, да? Хорошо, пойдем на кухню уже тогда. В подвал. Что, я вообще с нее ушла, не знаю. Из нее вернее. Пойдем обратно. Причем, кстати, выжирает ядро вот там вот, снаружи, когда я нахожусь. Почему-то, не знаю почему. А, это же не это самое. Подожди, я... Не поняла, как это... Подожди. Я помню, да, что трофейные комнаты ведет в столовую. А как... Подожди-ка. Не поняла. Мы же были вообще в другом крыле. Что за телепорты? Подожди минутку. Что-то я не поняла. Мы же вообще в другом крыле были, как я тут оказалась. Что-то пойдем проверим, подожди. Сейчас еще разик так и сделаем. Мы были на кухне. Вот тут. Тихо. Ну да, кстати, я сейчас смотрю. На улице очень много жрет игра. От видеокарты. Сейчас нормально. Вот, смотри. Мы вот пришли из сада. Потом я что-то пошла сюда. И каким-то образом оказалось... Здесь вот экран потемнел. И я оказалась каким-то хреном в трофейной комнате. Еще такая, окей. Ну, как-то не придала этому значения. А потом, когда мы попали... В смысле? Что это было? Вы видели же это, да? Интересно, интересно. Интересно. Магия, блин. Надо потом пересмотреть, слушай, на записи. Потому что... Ну, я помню, что трофейная комната, она... Связана со столовой, а не с кухней. Вообще, кстати, странно, что кухня и столовая вообще в разных... Помещениях находятся. Ну, не в помещениях, а даже в разных отсеках замка. То есть, чтобы попасть из кухни в столовую, нужно через главный зал пройти. А прикинь, если, например, в главном зале там просто люди тусуют, да? А у тебя другие гости, которых ты не хочешь показывать. Например, тем людям, которые сейчас стоят в главном зале, тебе их нужно накормить. И у тебя, короче, слуги из кухни через главный зал пехают... Вот странная система. Вот в первом черном зеркале, там из столовой ты сразу попадал на кухню. И из столовой, и из кухни был, по-моему, из кухни тоже был выход в сад. Странная хрень, но ладно. А, точно. В смысле? Идея есть? Вряд ли. Ну, пойдем найдем Ангуса. Где он там был-то? Господи, я постоянно забываю, где он может быть. И сейчас мы опять пойдем его искать. Хорошо, где он может быть? Вообще, пока что, вот на данный момент могу сказать, то, что эта игра уступает первой части Black Mirror. Она ничего такая, здесь своя атмосферка, графончик, все зашибись. Но повествование немного неровное. Опять темнота, нихрена не видно. Вряд ли он на втором этаже тусует, да? Пойдем с первой исследуем, слушай. Я забыла, реально. Говорил он, куда он пошел. Не говорил он, куда он пошел. Как-то наличие Ангуса где-либо у меня из головы постоянно вылетает. Так. Что у нас тут? У меня личный осветитель вон ходит. Тут у нас вроде никто не сидит, да? Тебя нифига не видит. Ну вот, опять же, трофейная комната. Ну не, ну тут все закрыто. Короче, я не поняла, как это случилось. Так. Ну, не знаю даже. Боже. 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 Где он может быть? Темно. Ничего не видно. Никого нет. А что значит другой способ попасть? Может, надо на каком-нибудь втором этаже найти комнату с лук? Найти там его спящего и ограбить его. Как вариант. Пойдемте на второй этаж. Что делать-то? Там уже пятый круг. То есть, наверное... Стоп, подожди. А тут у нас что? Оттолкнуть я владелец. Ты меня бесишь, слушай. Офигля, блин. А, черт. Офигля, блин. Ты немного кольцо. Офигляtor. Каждый кольцо. Каждый кольцо. М retrouve. Кто-то смысл. Нет. Каких forearm. Эдди там. Ну... Я бы счастлива, чтобы уйти из-за этого. Эдди могут принять правильное действие от Эдди. Тогда это счастливое, что у нас есть Мастер Андреу здесь. Эдди находятся пощадкой на другой эстетике. Это может показать ужасно. Ты почти не часть этой семьи. Но... у тебя есть точка. Я новый хозяин эстетики. Я спрашиваю, что люди скажут об этом. Об этой семье. Я думаю, что мертвая девушка уже будет общаться с ними. Я думаю. И я не думаю, что леди Маргарет не принесет любви к любому подобному эстетику. После рефлекции, отрывая доказательства, может быть лучший курс действия. Здесь ты, сэр. Все здесь по кому-то сохнут, так или иначе. Да, да. А как выйти, простите, отсюда тогда? Вот так вот. Хорошо. Так, ну что, пошли. Здесь мы будем грузить труп в лифт? И я имею ввиду, не труп оленя. Ну, вообще вряд ли, конечно. Потому что... Ну, не сейчас, по крайней мере. Потому что, если мы дотронемся хоть как-то до этого несчастного тела, мне кажется, нам быстро голову снесут. Потому что, ага. Вы пошли за оленем. На самом деле, вон что сделали. Ну, опять же, перчаток мы с собой не взяли. Отпечатков сейчас там понаделаем. Карту. Что? А, карту! Все, я поняла. Карту браконьерской вот этой охоты. Здесь, кстати, если бы я реально не нашла эту карту, как-то по-другому можно было бы решить этот вопрос? И как? Швырять ее? Здесь вроде ничего не добавилось. Милая, посвети меня, я же ничего не вижу. Что ж ты не так долго идешь? Ох. Ах, это подвальная вонь. Ох. 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 Эдди. Он, короче, домогался ее. Ой, 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 уходи. Мистер Гордон? Поговори мне, пожалуйста. Твой стаг здесь. Мой маленький двор. Мой маленький двор. Мой маленький двор. Не точно так как обычный способ, чтобы уходить здесь. Да понятно уже все. Мы все здесь, в темноте. Мы все здесь, в темноте. Что-то приближается. Чертак. Она на чердаке. Что-то было. Ты выглядишь, как будто ты в какой-то трансе. Может, потерпеть утром меня. Или все визионы, которые ты думаешь мне ужасно, если я их описал тебе. Я знаю, что ты держишь на меня. Я на стороне твои, помнишь? Я думала, что я уже это показал тебе. Может, я исправлю тебя. Может, я не исправлю тебя. Твой отец тоже не говорит мне. Пожалуйста, дай мне помоги. Или нет. Я не пациент. А, все психи так говорят. Так, ну хорошо, он ее домогался. Понятно. Либо случилось страшное, либо он все-таки ее как-то толкнул и померла. Либо он сперва ее домогался, оторвал ей кулончик, свалил. А потом она умерла от чьих-то рук, и он опять туда пришел. Извиниться, возможно, либо еще что-то и нашел ее уже мертвой, да? Ну, как-то... Ну, короче, что-то как-то... Да. Первый вариант выглядит как-то более интересно, да? Просто в воспоминаниях-то не показали, что он ее убил. Он показал только, что он к ней прилип, а потом оторвал ей кулончик. Так, значит, тут как-то вот, да? Да ладно, представь, что это вода. И руки чистые. Ну уж, блин, ну руки-то могли в крови-то измазать, ну, ребята. Да. 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 Я не собираюсь никакого обвинения, по крайней мере, пока что. Так, ну, вообще как бы нам бы наверх. Ничего новенького не появилось. В общем, мы в Шотландии, почему у нас нет своей конюшни? Ну, обязана быть. Ну, ладно, пойдем отсюда. Что там? Расследовать смерть. Ну, либо можем пойти пацану мозг вынести. Здесь вроде ничего нет. Ну да. Блин, ну руки-то в крови могли бы изгодить, ну. Надеюсь, товарищ Ангус свалил. Хотя сомневаюсь. Вообще, кстати, мы вроде обошли уже весь этот самый, да, замок, но до сих пор не знаем, где кто спит, где кто живет, в каких комнатах. Уж третий день пошел практически. Черт, а кто ж теперь убирает-то в доме? Не туда. Это память первой части. Всегда, когда нужно с кем-то поговорить, нужно было пехать на второй этаж. Почти. Ой, я опять не туда. Два раза не туда. Давай назад. Жалко, конечно, что долго грузит. Ну, относительно, конечно. Ой. Олени, кстати, там не было. Хочу вам рассказать. Так, ну, все, ладно. Вперед, библиотеку тогда. Вперед, библиотеку тогда. Еще как-то волна безумия нашего друга слишком быстро, по-моему, накрыла. Мне кажется, стоило, ну, не знаю, потянуть, чтобы временно занять нас чем-то другим. Все-таки в этом плане, вот, в плане сценария и последовательности каких-то событий, первая часть, повторюсь, была как-то поровнее немножко. Так, хорошо, вопрос. Коробку, говоришь, где-то он хранит. Вопрос, где? Че делать будем? Ну, как тебе сказать, слушай? А че еще там мне надо? Вроде библиотека, бла-бла. Ой, я здесь застряну опять. Ой, 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 ой! Ну, как бы, можно пошуровать в том столе. Или нет. Потому что стол-то тут был папашевским. Папашевским. Папашевский. 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 Паранда. Та платья? Это... Эдди и его мать, Клара. Спасибо за последнюю отзыв. Моя сердце соусит с каждой словами твоей читаю. Я перечислю в зону, и я представляю, что твои пальцы просто от меня. Что мы можем почти почувствовать, что я почти почувствую, что я почувствую, что твоя кожа снова. Эдвард мальчик больше как его папа каждый день. Вы бы не знали, как он поделит твои взгляды. Я надеюсь, что этот ужасный войс закончил, и вы возвращает нас домой, чтобы мы можем быть семьи снова. Я буду писать снова снова. И скоро. Знаешь, что до этого ты всегда в наших сердцах твоя любимая мужа, Клара. День. Она написала это, когда смерть дошла. Ох, плохая женщина. Саша написала, не успела отправить, и тут приходит. А знаете, вот ваш муж как бы немножко умер. Капец. Слушай, а вот мне интересно, как они собираются его обвинить, даже если захотят? Ну то есть они дождутся полицейска, скажут, слушайте, а мы нашли вот это вот там-то, да? Он виновен, это жрели там его матери, бла-бла-бла. А где гарантия того, что мы его там просто не пришли вот с ним в руках, и все, а его на самом деле там и не было? Вот докажите, что мы нашли... Как мы докажем, что мы нашли этот кулон там, где мы его нашли? Так, ладно. Да не, у меня почему-то до сих пор как-то, ну не знаю. Он либо это случайно сделал, потому что, повторюсь, мы в видении же не видели, как непосредственно он ее убил. Ну то, что иначе, конечно, детективной вот этой истории бы не было. Значит, мне кажется, ее убил кто-то другой. А он просто, ну, домогался, да, ушел. Ну там кулончик подарил. Точнее, ну вы поняли, короче. А потом решил либо вернуться, чтобы позвениться, либо что-нибудь такое, а она уже была мертва. И плюс призрак этой девчонке же сказал, то есть голос-то мы слышали, то что она на чердаке. Кто она? Что она? Может, вообще ее Маргарет убила? Вряд ли, конечно. Там с большой силой было сказано. А ты ее наверняка угрохнул, дворецкий. Эдди. Эдди, я хочу спросить вам о том, 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 о том. Айлса. Вы не знаете ее? Я знаю, что вы и ее были, что сказать, я знаю, что вы были чувства о том, о том, о том. О, давайте издалека. Из-за нее была сомневалась. Каким образом, если кто-то пытался угрозить себя на нее. Я никогда не угрозил ее! Тем не менее. Мой маленький дед. Возрачно это назвать помощь. Как? Это было просто... Просто надеящее вам, это все. Ты дала ее это. Это была твоя мама? Как вы знаете? О, это правда. Илья и я... Я никогда не положил ее на нее. Мы были в любовь. Я помогла ее с всеми. Даже с ее шорами. Роза... Это достаточно. Эдди, вы об этом не успеете. И вы не помните, David. Ангус, пожалуйста, возьмите с молодым мастером upstairs. Как вы говорите, мау. Я думаю, что у вас произошло достаточно много разрушения здесь. Мы собираемся решить эту дилемку первое утро завтра. Я не думаю. У меня больше вопросов сейчас, чем никогда. О моем отец, мать, это целый дом! У нас есть мау. У меня есть мау, мау. Я помню, что я помню о вашем отец. Я никогда не помню! Мау, 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 мау... Мау, 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 мау... Мау, 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 мау. Ни discussи на этом вопрос будет очень сильно. Вы не согласны? Спасибо, Лиа. Может, это хорошо, что вы здесь не слышали. Малыш! Я не могу. Малыш! 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 Да. Малыш! что я делала в оттеке. В оттеке? Я видел, что мальчик приходит на стены с трейдом. Но там нет ничего, но полный комнат. Или так я думала. Интересно. Что это, Дэвид? Я... надо посмотреть. Дэвид, ждите! Знаете, вот первый блок мир, он больше мистический, а здесь он как бы... Вроде мистики больше, как будто бы именно в геймплейной части, но при этом по духу больше детектива какого-то. Сложно описать. Если вы не играли в первую часть, даже, ну... Я даже так скажу, то есть... по духу, да, по детективной части, по детективному уровню вот такому, она как вторая-третья часть Black Mirror, но при этом, знаете, в антураже первой. Ну, блин, я реально вот... чувствую, как будто вот две половинки ранних частей вот совместили вот в одну, и получилось вот это. Так, призраки воспоминания... Ну, давай, ладно, по чесноку. Я думаю, что я вижу... хрена... 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 Я вижу моего папа как ребенка. Он пытается разговаривать с меня. Может быть, вы посетили здесь как ребенка. Может быть, вы помните истории моего папа рассказал о том месте, когда вы маленькие. Хрена... 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 Так, свечку она мне, я так понимаю, оставила, да? Так, ну я даже не знаю, где его искать. Твой иди. Пойдем спиро за папаней. Ну, на черта, короче, он меня куда-то зовет. Это эта сторона была. Честно, оба и открыта. О, я помню, чердак, пердак, чердак в первой части. Это, конечно, было пять. О, поплыл. Слушай, давай на всякий случай сохранимся, еще грохнет у меня тут. Подожди, где сохранение? Вот тут. Кимилые коколки. Добрый, что это такое страшное? Добрый комнат? Снеградные коколки. Ох, что-то из-настолков. Что ты здесь видишь, Эдди? Быть довольно безопасно. Коколи, что-то сказал его братья и братья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Здесь не хватает, знаете, громкой, ну, не очень громкой напряженной музыки Там какой-то имбинт очень далеко играет, но ты его едва слышишь Я не хочу... Игорь, ну, не знаю. Я говорю, что Джон, дабит, приехал? Он остался бы сам как его деда, не так вовремя этого места. Пойду Ангус не вылезайся от этого места. Он не избегает от того, что Джон не будет дураться. Слышный человек. О, старая карга, слышь? Это она служанка убила, короче, точно. Бабусенька! Короче, она бледная. Кстати, вы заметили, анимация ГУП стала лучше буквально полчаса назад? Ой, мать моя. Слушай, ну вот это прям уже реально как-то вот прям... Прям что-то прям... Жесть, не ожидала, правда. Освободить старушку, покарать другую. Старуха же другая заметит, что ее сняли. Ну давай попробуем. Ладно уж. Если че, я этим крестом эту старуху и грохнем. Ну не эту, а другую. Маргариту. Все Маргариты плохие! Ритоньки, не обижайтесь, но... Но в играх это, по-моему, только так и есть. Все Маргариты, которые нам встречались, или что-то, хоть как-то на них похожее, они все были плохими. В последнее время, кстати, очень много Маргарит нам попадается, вы заметили. Так, может быть, теперь ты что-нибудь скажешь мне, милая? Роуз? Роуз Мари? Ты слышишь меня? Понятно. Сломать нахрен! Подожди. Ой! Давай, ломай полностью. Типа все? Ты как? Бабуся, давай. О, пошло. Отлично. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это именно то геймплея. О, что ты делаешь? Э-эдвард. Я была плохая. Я неслабил. Сслабил? Как ты неслабил? Сслабил. Я пыталась остановить его. Остабить что-то делал. Что он делал, Росмарея? Он должен не уничтожить, не уничтожить его в старом эфире, никогда не разговариваться. Росе... Росе! Что сделал с Сечелия? Я не думаю, что вы получите больше всего из нее. Чертая женщина. Давай, Росмарея. Мы будем вытаскивать здесь. Мы можем вытаскивать где-то в безопасности. Ну, здесь анимация губ, конечно, не хочет. Короче, муж и жена одна сатана. Эдвард и Маргарита, они заодно. Вот почему она его боготворила. Старая карга. Так, что делать? Непонятно. Уйти отсюда, возможно. Утащить ее с собой-то не получится, она не хочет. Да? Точно-точно? А с тобой поговорить? Все, уходим. Старуха! Давай. По щам, сейчас ей пропишем. Слышь, старушенцы. Ты просто как отец. Ты оставишь ничего, но страх и мисерия в твоем доме. Что ты говоришь о Богом? Ты говоришь с молодым Эдди, не ты? Сейчас он уверен, что все кто-то пытается убить его. Он уничтожил poor Андрюху, и уничтожил его жизнь. Где он? Он уничтожил его к старушке. И он уничтожил. Я пойду. Я могу поговорить с ним. Ты не сможешь! Вы два уже уже другое проблемы. Мы? Как дарь ты, когда вы продолжали уничтожить Эдвард, даже если он уничтожил poor Сечелия herself? Я не позволю тебе... Что? Вы говорите правила? Вы говорите, что Эдвард... Он никогда не уничтожил ее! Вы пришли, и... Вы... Нет. Вы. Вы, ты, я не могу справиться здесь. Вы знаете больше чем вы говорите, и мы все знаем. Знаете, есть что в этом городе. Один хрень, который уничтожил нашу семьи за годы. Вместо того, что вы отклоняете других, может быть, вы должны выглядеть близко к доме для причины вашей ошибки. Вы не знаете ничего. Что я делаю, что я делаю, всё, 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 всё для этой семьи. Как вы можете понять? Пожалуйста, милая, мы можем поговорить это позже. О, разумная мысль. Ура. Вообще, кстати, по идее она же знает о чёрном зеркале. Ну, именно о чёрном зеркале, а не о замке. Больше, чем... Может, она её... Короче, может, она её специально в ту комнату и поместила, чтобы, типа, чёрное зеркало хотя бы до неё не добралось, но это странное решение, конечно. Не знаю как. Она, конечно, тоже не белая пушинка, скажем прямо. Ну, короче, они все, короче, не очень. Так, вот сейчас я чувствую, мы облажаемся с вами наверняка. Да ты что, с ума сошёл? Она же психолог. Пускай идёт. Психотерапевт. Кто она там? Психиатр? Мне кажется, всё вместе. Так, что ты предлагаешь? Что ты думаешь? Сейчас, короче, снизу пролезем? Подлязем с другой стороны. Угу. Эдди, говори мне, Эдди Скажи мне, что тебя обманывает Он меня обманывает Он! А Дэвид? Они все... Они все что-то, Эдди? Они обманывают меня! Они думают, что я ее убил Они, ты имеешь в виду? Но я не знал! Я не знал! Я не знал! Я не знал! Я верю тебя, Эдди Я верю тебя! Нет, пойдем быстрее, слушай Вдруг она реально там на время Я просто не знаю, вдруг здесь какой-то предмет нужно найти А если я его не найду, у меня не будет Найти какого-нибудь лишнего аргумента в диалоге с ним Так, ну здесь вряд ли Слушай, скалолаз, давай быстрее, а? Так, толкать Блин Ну я... Для прыжка веры Отсылочки Ой, сейчас будет плохо Готовимся Или нет? Я думала, честно, Грастика нужно будет оформлять все это Ну, сейчас чуть наша история не оборвалась На самом деле Так, тут вроде никаких предметов не валяется А прикольно, ты сейчас спустился, зашибись, да? А подняться не сможешь Так, мне как бы наверх, да? Но может вниз? Нет? Так, можно управление под меня? Что тут есть? Что я могу? Да-да-да, господи, чувак Шо ж ты такой лагучий Иногда Стелс А, кажется, я так говорю, что ты хочешь сделать? Да здравствуй, трейлер и намеки Подожди Что-то так понятно, он застревает Да уже есть, давай Главное попасть Это не подняться Стелс 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 Скотина Ты же адвокат Андрю! Андрю, нет! Вот это что-то новенькое. Оп, и пропало. Блин, нет, у пары это не могу. Слушай, ну прям игра обретает новые краски. Релакс, все хорошо. Хорошо? Вы не понимаете? О, пожалуйста, сохраняйтесь, Андрю. Я не буду. И я не буду спать еще раз в этой злобной комнате. Я собираю полицию от города сразу. Я не думаю, что это умеет, сэр. Вы меня обрабатываете? Париж на то, сэр. Я просто показываю, что волнует, двигаясь эти дороги в текущем. И, кстати, мы должны нужны машины, если Эдди с состоянием worsен. Эдди-сэн-брак может прыгать на землю, для всего того, что я обрабатываю. Я, по-моему, бы лучше рискать свою жизнь там, чем здесь Ливи, тогда! И, перед тем, что ты даже думаешь о том, что произошло здесь Просто помните с которыми ты делаешь И, да, ты можешь считать это опасно Ангус, помоги мне с молодым Эдди Будьте осторожны, просто делай это слегка Я... Извините, что я не вернулся Счастье... 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 Счастье, что произошло здесь Я думаю, что даже Доктор Фройд согласится с тобой Мне нужно проверить на Эдди И осуществить, что он в порядке Ух... Ух ты забыл, что он пытался убить тебя? Ну, тогда я буду осторожен Он человек в нужде, в любом случае Что он сделал Миро... Я думаю, что это какой-то... ...дарк force Счастье... Мностей 그동안 билет Бойахари И они потеряли великобы Книга Я верю, что они не были Книга Моя дадывала, чтобы уничтожить Миро Чтобы в treatedе ими, но он не failed А теперь он украл в него. Вы говорите о его душу? Если это то, что вы хотите назвать. Все я знаю, что мы должны найти способ его избавиться. Эдвард знал о Мирро. Он может даже понимать его силу. Так что мы знаем, что это, но не где. Он находится на земле. Где-то. Решение. Ну, это настоящий конундром. И как, чтобы не закончиться как вашим отец. Это... Это Эдвард. И Маргарета была не слишком уверена, что мы пройтись. Так что мы должны пройтись. Правда. Свечку взяла? Ну, в общем-то, что я могу сказать. Это было неожиданно, но довольно прикольно. Вообще, блин, я не знаю. Очень странное ощущение игра вызывает. Повторюсь. С одной стороны, ты как бы чувствуешь то, что ты в черном зеркале. А с другой стороны, ты чувствуешь то, что ты в чем-то новом. И это очень... Как-то, с одной стороны, мозги ломает. А с другой стороны... Ну, я не знаю, как это писать. Честно. Вот правда. Вот кто играл... Там, не знаю, не в трилогию, пусть даже допустим, но хотя бы в первую часть или смотрел ее. Вот просто напишите, если у вас как-то мысли скомпоновались, потому что вы все-таки смотрите постепенно. Я так как бы играю нон-стопом, эти серии записываю. У вас есть время чуть побольше над всем этим подумать. Просто скажите, как у вас все это воспринимается? Может быть, как-то мы сойдемся в каких-то мыслях? Потому что пока что вот так вот записываю какую-то четвертую, пятую серию подряд. Я прям не знаю. У меня странные очень ощущения. Но игрушка нравится. Правда, нравится. И, в общем-то, очень интересно посмотреть, к чему все это придет. Как они вот в этот раз преподнесут уже знакомую историю. То есть знакомый концепт истории, скажем так. Вот прям очень интересно, потому что здесь много новых приблуд добавилось. Ну и, в общем-то, надеюсь, что вам нравится за всем этим наблюдать. Если вдруг вы не играете, а просто смотрите. Ну и до встречи в следующей серии. Посмотрим, что да как. И будем надеяться, что нас не убьют в конце этой игры. Очень бы не хотелось пасть жертвой этой безумной семейки, частью которой мы являемся. В общем, ребятушки, спасибо вам всем еще раз. И до встречи в следующей серии. Пока-пока.